Если вы планируете завоевать инстаграм, то сегодняшний тест-драйв вполне может вам прийтись к стати, потому что мы будем тестировать с вами тональную основу, которая имеет очень много обещаний, и в первую очередь самое главное, что нам обещает производитель, это то, что она будет идеально выглядеть на фотографиях, причем в разных условиях. Перед тем, как выпустить ее на рынок, ее протестировали в 7 разных условиях, то есть это было разное освещение, как искусственное, так и дневное, так и ночное, и производитель нас уверяет, что в любой ситуации эта тональная основа выглядит как инстаграм-фильтр на вашем лице, и я сейчас говорю о тональной основе от Wet n Wild, которая называется Photo Focus Foundation, и эта тональная основа относительно новая, потому что появилась она приблизительно где-то, наверное, с полугода назад, но с того времени столько просто о ней слухов, столько много почитателей тоже этой тональной основы, и я тоже очень много раз слышала, что вот эта на данный момент это лучшая тональная основа из бюджетного сегмента для работы визажиста. Все это сегодня мы с вами обязательно протестируем, в конце дня я подведу итоги, то есть я нанесу сейчас эту тональную основу на лицо, сделаю тоже для вас несколько фотографий в разных условиях, и мы с вами проверим, насколько это все правда, и действительно ли она классно работает. Но вот что, кстати, очень интересно, я вот эту вот упаковку всю вот просто обсмотрела в поисках, о каких же, собственно, семи различных условиях идет речь, то есть как ее конкретно тестировали, единственная, где я нашла информацию, это на официальном сайте Wet n Wild, у них есть YouTube-видео, где указано, что тональная основа протестировалась в семи условиях, это солнечная погода на улице, ночью в помещении, в ванной при искусственном освещении, на улице ночью, при флуоресцентном освещении, со вспышкой и в ночном клубе. Ну что я могу вам сказать, на самом деле это, знаете, такие тесты действительно для гламурных девушек инстаграма, которые делают селфи в ванной или в ночных клубах, на самом деле большинство из этих тестов абсолютно бесполезны, и там, где действительно есть смысл тестировать, это дневное освещение на улице, вечернее освещение в помещении, потом я бы еще протестировала с искусственным светом по типу студийного, и также со вспышкой, вот это единственные четыре категории, которые действительно имеют значение, а как это будет выглядеть в клубе или в ванной, ну, как-то очень сомнительные тесты. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки наносить эту тональную основу, я опять-таки займу часть кадра своим зеркалом, вы, кстати, меня спрашивали несколько раз, где я такое зеркало взяла, на самом деле я просто сидела, гуглила и в одном каком-то рандомном интернет-магазине его, собственно, и нашла. Если вы с Украины, я, если вы хотите, могу вам дать ссылку на него, если вы не с Украины, то, скорее всего, вам также придется, как и мне, сидеть и гуглить, и искать вариант, который будет вот такой же, тоже вот так вот наклонный, скажем так, без увеличения, без подсветки, вот я вот что-то как раз такое хотела, на самом деле это оказалось огромной проблемой найти такое зеркало, но, тем не менее, я справилась. Упаковка здесь, кстати, странненькая, здесь вот такая вот лопатка вместо помпы, я бы, конечно, предпочла, чтобы это была помпа. Оттенок я взяла Shell Ivory, не знаю, насколько хорошо он мне подойдет, но, тем не менее, мы с вами заодно это и проверим. Наносить я буду спонжем. Сразу могу сказать, вот как только начала я тушевать эту тональную основу, что она с розовым подтоном, то есть этот оттенок Shell Ivory, он с розовым подтоном, такая легкая розовинка в нем имеется. Растушевывается достаточно приятно, я сейчас смотрю, то есть каких-то у меня сразу претензий к нему не возникает. Единственное, что оттенок все-таки слегка розоват, и я стараюсь, вот если есть возможность, выбирать какие-то более нейтральные тона, не сильно желтые, не сильно розовые. Как вообще заметно, что у меня на этой стороне фильтр инстаграма, а на этой суровая реальность. Я только что закончила макияж полностью, и теперь готова подвести какие-то первые итоги, и смотрю я вот сейчас в зеркало и понимаю, что тональная основа лежит немножко плотновато, наверное, я бы так сказала, но так как она позиционируется как тональная основа для именно фотосъемки, то вполне возможно, что мы этот аспект можем простить. Сейчас я вот так вот в зеркале, если совсем близко на себя смотрю, то однозначно ей плюс за то, что она очень хорошо скрыла все расширенные поры на носу, вот прям вот замечательно, очень хороший результат. Что касается текстуры кожи, которая у меня есть вот здесь, вот такого, знаете, как немножко такое пупырчатая, скажем так, текстура, то здесь она скорее ничего не сделала, ни лучше, ни хуже, ну вот как бы просто легла поверх всего этого, и как бы какого-то сглаженного эффекта я здесь не вижу. Всего прошло, наверное, минут 20 с момента нанесения, и я вот вижу, что вот эти вот морщинки на лбу уже немножко начинают подчеркиваться. Я не знаю, как это сейчас выглядит на камере, но вот, к примеру, та же Fenty на удивление такого не делает, потому что Fenty вообще какая-то странная тональная основа, она в морщинах вообще не заваливается и вообще не трескается. Но давайте все-таки не забывать, что тональная основа действительно из бюджетного сегмента, причем очень бюджетного, стоимость ее всего 6 долларов, поэтому я считаю, что нужно ее расценивать как раз-таки внутри вот этой ценовой категории. И я результатом вполне довольна, как для такой вот бюджетной тональной основы. Покрытие у нее среднее, до плотного она не дотягивает, и финиш у нее матовый. Сейчас у нас с вами 3 часа дня, и я планирую эту тональную основу до конца дня продержать на себе, в конце подвести итоги. Также я для вас делаю несколько фотографий в разных условиях освещения, и в конце дня мы с вами уже подведем финальный итог. Ну что ж, мой день уже подходит к концу, сейчас на часах уже 22.44, то есть по сути тональная основа практически уже 8 часов на мне. Лицо у меня не слишком сильно блестит, то есть все в пределах нормы, я бы даже сказала, то есть нет такого ощущения, что срочно нужно припудриться или убрать жирный блеск, но в то же время в некоторых местах она начинает стираться, то есть вот, например, на крыльях носа или вот здесь вот на лбу, она чуть-чуть подтерлась, то есть там видно уже какие-то проглядывает моя кожа, и покрытия там уже, в общем-то, нет на этих местах. Из огромных плюсов этой тональной основы, она все-таки не завалилась в поры, то есть вот как она сглаживала поры, так она, в принципе, до сих пор это делает, и тоже я не могу сказать, что она как-то очень критично потрескалась или завалилась в морщинки. Есть слегка такие вот как трещинки, но буквально вот так вот сделаешь, и все, они вот, вот, они вот у меня прям на глазах исчезли, поэтому ничего критичного. Но лично для меня самый интересный эксперимент заключался в том, чтобы посмотреть, какие фотографии у меня получились, действительно ли эту тональную основу можно использовать для съемки, или это просто маркетинговый ход, и, скажем так, прикол такой для тех, кто любит селфи там делать, что если написать на баночке, типа, мол, как фильтр Инстаграма, так сразу побегу покупать. В общем-то, провела я несколько экспериментов, и могу сказать однозначно, что мне больше всего нравится, как эта тональная основа выглядит вот в таком вот искусственном студийном освещении. Я вам, кстати, буду показывать фотографии без фотошопа, без какой-либо обработки, чтобы вот просто было видно, как выглядит сырая фотография, и, естественно, потом в фотошопе можно уже намного круче сделать. Но, тем не менее, вот в студийном освещении, вот при постоянном искусственном свете, выглядит очень неплохо, все поры сглаживаются, кожа сглаживается, действительно получается такой вот легкий фокус на лице, и это очень красиво выглядит на фотографиях. Что же касается студийного света, но со вспышкой, здесь, что касается текстуры кожи, то ситуация становится еще лучше, то есть вспышка даже помогает сделать вот этот блюр-эффект на лице, прям практически идеальная кожа получается, то есть очень красиво смотрится, но вспышка очень сильно достает розовинку из этой тональной основы, именно конкретно из этого оттенка Shell Ivory. Если вы планируете использовать эту тональную основу на каком-то серьезном мероприятии, где вас будет фотографировать профессиональный фотограф, то, скорее всего, он эту цветокоррекцию выполнит. Но если вы планируете делать сами фотографии, и вы не знаете, как это делать, потом как это обрабатывать, то лучше выбираете оттенки, которые больше желтые, чем розовые, потому что даже вот такое вот очень желтое лицо, на мой взгляд, лучше смотрится, чем вот такое вот поросячье розовое. И вот со вспышкой получается как раз вот такое конкретно розовое лицо, поэтому, что касается текстуры, все классно, замечательно, там даже особо ничего фотошопить не надо, но что касается цвета, то тут 100% либо цветокоррекция, либо просто тональную основу максимально стараться подобрать хорошо и лучше с желтым подтоном. Также мне очень понравилось, как выглядят фотографии в помещении вечером, тоже при искусственном, но теплом освещении, как в обычных квартирах, домах зачастую освещение бывает. Это, в принципе, свидетельствует о том, что эту тональную основу можно использовать на вечер. Если вы запланировали какое-то мероприятие, там, не знаю, поход в ресторан или какая-то вылазка, я не знаю, в город, то на вечер тоже эта тональная основа очень смотрится неплохо. Самые ужасные фотографии, на мой взгляд, получились как раз-таки в дневном освещении на улице, и я сразу подозревала, что так и будет, потому что как только я ее нанесла на лицо, я поняла, что вживую, вот днем, это будет выглядеть не очень. И я сразу об этом сказала, что это одна из тех тональных основ, которая вот прям сразу бросается в глаза, и не очень красиво выглядит вот в дневном освещении. Если вы думаете, что это хороший вариант для того, чтобы делать именно дневной макияж, то скорее все же нет, потому что я бы здесь лучше порекомендовала либо Bourjois Healthy Mix, которая тоже абсолютно недорогая, пускай она может быть и дороже, чем Wet n Wild, но все же не космических денег стоит. Тоже мне нравится Kiko Skin Town, вот эта тональная основа, ее вот практически не видно. Либо днем, как вариант, это минеральная пудра, это, наверное, самый максимально просто незаметный вариант на лице, когда тон выравнивается, но в то же время можно нанести так, что просто действительно не видно, что у вас косметика на лице. А на этом, в принципе, у меня все. Обязательно поставьте мне в палец вверх, если вам понравился такой тип обзора, потому что я старалась со всех просто сторон подойти к этой тональной основе максимально точно и объективно все-таки сделать на нее обзор. Я надеюсь, что мои старания будут замечены, вы их отметите пальцами вверх. Также перед уходом не забудьте подписаться на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok